хочу сказать чтобы найти бога нам нужно покаяться нам нужно осознать нашу греховную жизнь нам нужно просто принять иисуса христа как спасителя свою жизнь нам нужно покаяться от сердца своего и просто бога просить чтобы он дал конкретное покаяние и также самое главное что бог дал нам в этой жизни это слово божие библия истина нужно читать библию начните снова газовет разберите библию читайте библию внимательно подчеркните важные моменты запишите их бог хочет личное отношение вашей жизни он хочет чтобы вы служили ему он хочет чтобы вы зависели от него он хочет чтобы вышли с ним он хочет также дальше чтобы вы были в воле божией воля божия есть чтобы вы рассказали своему ближнему что ему нужен только иисус христос они вы из-за этого начните читать библию начните жить так как хочет бог они этот мир начните просто быть всегда с богом и никогда не сдавайтесь я каждый день делаю очень много ошибок но я понимаю что благодать божия она сильнее чем все мои ошибки которые я еще даже не сделал из-за этого держитесь за бога ищите его везде везде это когда вашем сердце в первую очередь нужно если наша плоть идет против духа значит проблема вся в нас если мы не найдем его своем сердце тогда мы не можем его найти еще где-то бог хочет во-первых личное отношение бог хочет чтобы все люди познали истину это слово божие библию иисуса христа похоже чтобы вы жили в его свободе бы хочет чтобы вы от него зависели это очень важные все моменты в жизни христианской с богом из-за этого бога мы должны всегда искать своем сердце мы должны давать богу всегда жить в нашем сердце мы должны давать богу всегда чтобы он шел через нас уже бог сказал вы есть мой народ я вселюсь вас я буду ходить через вас делал делает все чтобы вы не познали истину дьявол делает все чтобы у вас не было личных отношений с богом И дьявол делает все, чтобы вы не были в свободе Бога. Будьте в свободе Бога всегда, независимо от всех людей и от всех мнений. Благослови вас всех, Господь, и сохрани.